От ортопеда к ортодонту. С нами пройдете полную диспансеризацию сегодня. Но если предрасположенность к плоскостопию диагностируют у каждого третьего ребенка, то с неидеальным прикусом сегодня сталкиваются родители трех детей из пяти. О капах, пластинках, брекетах и причинах волнения поговорим с нашим гостем в студии. Врач-стоматолог детский, ортодонт, член Международной ассоциации детских стоматологов Константин Крылов. Доктор, доброе утро. А вы нам скажите сразу, какой прикус правильный? Тот, что на картинках с голливудской улыбкой? Хотелось бы, наверное, сначала сделать акцент на том, что неправильный прикус – это не всегда кривые зубы. Когда родители волнуют эстетика, да, и только лишь эстетика, они не всегда обращают внимание на то, что есть еще другие проблемы, которые тоже связаны с прикусом. Например, если у ребенка имеются аденоиды, в этих случаях, как правило, верхняя челюсть, она отстает в развитии, потому что при аденоидах, когда у детей плохо дышит нос, формируется ротовой тип дыхания, язык занимает неправильное свое положение, и верхняя челюсть, она отстает в развитии. В связи с этим автоматически голова, она как бы немножко наклоняется вперед, плечи точно так же наклоняются вперед, и ребенок сутулится, и уже с раннего-раннего возраста начинается проблема с прикусом и проблема одновременно с осанкой. В каком возрасте, простите, именно родители могут оценить и что-то заподозрить в неправильном строении, чтобы повести ребенка к врачу? Что должно насторожить? И на каком этапе, когда молочные зубы смеются постоянными? Примерно к возрасту 3,5-4 лет у ребенка должны появляться первые физиологические промежутки между центральными зубами, как верхними, так и нижними. Это говорит о том, что челюсти готовятся к смене на более крупные постоянные зубы. Если у ребенка в 3,5-4 года зубы молочные стоят достаточно близко друг к другу, а может быть даже скученные или повернутые по оси, то это однозначно говорит о том, что мы можем иметь в дальнейшем проблемы с прикусом. Но ведь очень часто тоже мы слышим, что пока все молочные зубы не поменяются, что-то исправлять и на что-то там влиять не нужно, нужно дождаться, пока все там устаканится. Так это или нет? Нет, это не так, и это прекрасный вопрос. На самом деле это такая ключевая ошибка очень часто. Если зубы стоят неровно, они кривые, что чаще всего волнует родителей, это говорит о том, что очень узкие челюсти у ребенка. И у маленького ребенка гораздо проще стимулировать рост верхней и нижней челюсти, чтобы уже потом, в дальнейшем, постоянные зубы поместились и встали ровно и красиво. Очень хочу вас вернуть назад к совсем маленькому возрасту и вопрос задать. Ведь если ребенок очень долго не может отучиться от соски или сосет палец, нам тоже всегда говорили, что, скорее всего, прикус будет неправильный, зубы будут кривые. Как сейчас врачи на это реагируют? Все верно. Мы относимся все-таки к вредным привычкам, особенно сосание пальца или долгое сосание соски. Мы непременно должны отучить ребенка в возрасте полутора-двух лет от соски и от сосания пальца. Как родителям понять, что все, что им назначают, действительно, ребенку сейчас, именно на этом этапе нужно? Потому что, как вы сами сказали, что не всегда кривые зубы – это равно неправильная прикуска. Ну вот смотри, вот пример. Видимо, недолжным образом у меня была простимулирована в детстве нижняя челюсть. И нижний передний зуб, не будем показывать крупно, чуть позади остальных. Как это было в детстве, так это осталось и сейчас. Вырос и вырос. Мы хотим понять, что не нужно, что не является необходимым при визите к ортодонту. Может быть, все хорошо. Вот у Владислава все отлично. А начали бы ему исправлять? А начали бы. А мы еще не знаем, на самом деле. Один зуб, который стоит немножко неровно, приводит ли он к каким-то проблемам. Действительно, в большинстве случаев, я думаю, что в 99% случаев, если зубы стоят неровно, они приводят к каким-то проблемам. Это проблема как с парадонтом, то есть начинается убыль костной ткани, начинается убыль десен, то есть формируются рецессии. Так или иначе, эту проблему решать нужно обязательно. Подождите, я вижу, доктор сам использует свое мастерство. Почему вы, например, это не сделали раньше? Не было возможности? Почему не сделал раньше? Наверное, потому что не было действительно возможности. У меня родители военные, и мы ездили по гарнизонам постоянно. К сожалению, не было такой действительно возможности. Если бы она была, то, конечно, я бы сделать с радостью в более раннем возрасте. Что полезно вообще в детском возрасте? Я не знаю, почаще жевать морковку и яблоко, например, или что-то еще, какие-то упражнения. Да, в детском возрасте полезно в первую очередь, конечно же, жевать максимальное количество твердой пищи, потому что на сегодняшний день очень много всего удобного у мам, да, и, естественно, мама предпочитает купить пюре, которое просто выдавить ребенку на площадке, да, и ребенок вроде поел, нежели помыть дома яблоко, взять его с собой, дать ребенку и так далее, да, это просто более удобно. Наш организм – это единая целая структура, она связана друг с другом, и челюстно-лицевой аппарат, он связан и с другими мышцами. Естественно, дети должны обязательно заниматься спортом, потому что как прикус может повлиять на осанку, так и осанка может сказаться на прикусе. И, естественно, необходима профилактика самой большой проблемы, особенно в Москве, каждый, наверное, второй ребенок имеет аденоиды и ротовой тип дыхания. При ротовом типе дыхания очень слабая круговая мышца рта, и это приводит к большим проблемам с прикусом, да, и нам нужно ее научиться тренировать. Есть различные упражнения, самые простые, которые могут родители, допустим, дома попросить ребенка выполнить. Это необходимо найти какую-нибудь большую пуговицу, встать очень ровно, расправить плечи к стене, и несколько минут, там, от полутора до пяти минут просто губами держать эту пуговицу. Чем тяжелее, чем больше будет пуговица, тем лучше. То есть вот один из вариантов. Но существуют еще специальные миофункциональные аппараты, тренеры, например, которые помогают после, например, операции по удалению аденоидов круговую мышцу рта привести в нужный тонус, и тогда ребенок начнет дышать носом. Спасибо. Как исправить прикус, выяснили у врача-стоматолога-детского ортодонта, члена Международной ассоциации детских стоматологов Константин Крылова. Спасибо большое. Спасибо вам.